Той прошедшей никакой, чтобы никогда не было, чтобы был мир. У нас и так хватает в мире различных проблем, но чтобы войны не было, ни в коем разе. Людмила Мурачина в день памяти и скорби взяла свечку в парке у входа к вечному огню и загадала желание, чтобы никогда больше не было войны. На фронте служили ее мама и папа. Они вот встретились на фронте, всю войну вместе прошли, получили ранения, заболевания. И мне поэтому эта дата, она очень близка, и я сейчас прям расплачусь. В день памяти и скорби приготовили около 50 свечей памяти. Возложить их к вечному огню мог каждый житель. Зажгла такую и Валентина Фенина. Она мечтает найти информацию о своем дедушке, плотникове Николая Ивановича, 1895 года рождения. О нем женщине почти ничего не известно. Я заходила на сайт памяти. Там открывается, что он служил в лыжном разведывательном отряде. Но вот даже место захоронения ничего не известно в Ленинградском. Вот хочу все узнать об этом, но пока не получается. Почтили память павших в Великой Отечественной войне волонтеры Победы, школьники с учителями, студенты, воспитанники детских садов, представители исполкома района и руководители предприятий. Приходим сюда и показываем на своем личном примере для молодежи о том, что это необходимо знать историю. Если мы не будем знать историю, это будет вообще плохо. О том, почему сегодня они здесь, у Вечного Огня, и что значит этот день для них, каждый из пришедших альмитевцев ответил для себя сам. Складя ей голову перед павшими, перед еще и нескольких человек осталось, буквально человек 40, наверное, в шансе войны в городе осталось, перед ними. Складя ей свою голову. Сегодня тяжелый день. Сегодня такой день, который пока мы помним, пока помнят наши дети, они будут в наших сердцах. Сегодня мы решили по велению сердца прийти и почтить память, потому что война затронула все семьи. Из альмитевского района в годы войны было призвано более 18 тысяч жителей. В районе числится около 3 тысяч тружеников тыла, 185 вдов, участников Великой Отечественной войны, 4 жителя блокадного Ленинграда и 7 узников фашистских концлагерей. Рината Саидгараева, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока.